МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петр Первый посетил Париж в начале 18 века, проложив тем самым дорогу в эту европейскую столицу сотням и тысячам русских, для которых с тех самых пор Франция в целом и Париж в особенности стали яркой и манящей мечтой. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы эту мечту воплотили. Мы в городе влюбленных, но теперь у нас новая цель – узнать, какой он русский Париж. Прогулявшись по берегу Сины, обязательно услышишь восхищенные возгласы русских туристов, которых пленила красота этого города. Да, русское присутствие здесь, русская речь, как и русская культура в целом, давно уже стали для самих французов чем-то очевидным, а потому привычным. С другой стороны, не секрет, что многие века мы просто обожали все французское. И вовсе не шутка, что в веке, скажем, 19-м, знать в царской России по-французски изъяснялось едва ли не лучше, чем по-русски. Да и сейчас историки и политики не устают повторять, как много общего в русской и французской культурах. Жак Ширак, с которым мы встретились на одной из парижских выставок, того же мнения. Что объединяет французский и русский народ? Это общая концепция культуры. Что нас разделяет? Да расстояние, в первую очередь. Мы во Франции вообще-то восхищаемся русской культурой и уважаем Россию. Всюду Владивосток, а не только европейскую часть. Если мы пройдемся по парижским улочкам, очень скоро найдем много мест, связанных с русскими. Вот, например, этот храм. Впечатляет не только его величественный вид, но и удивительная история постройки. В XIX веке в Париже было уже около тысячи русских, а собираться для молитвы им было негде. Тогда решили они строить храм, причем собирали деньги на это буквально всем миром. Пожертвования приносили православные, католики и протестанты, потому что сами французы горячо поддерживали строительство русского храма. В 80-х годах прошлого века храм Александра Невского был официально объявлен историческим памятником Франции. Но прежде всего он был и остается монументом русской культуры за границей, помогая сохранить русские духовные традиции даже так далеко от России. Кстати, храм знаменит еще и тем, что в 1918 году в нем обовенчались Пабло Пикассо и русская танцовщица Ольга Хохлова. Это очень красивая церковь. Мне нравится ходить сюда. Это место, где всегда можно встретить русских, общаться на болевшем. Рядом с храмом на той же самой улице находится русский ресторан Петроград. В первый раз ресторан открыл дверь в 1924 году. Тогда же Петроград стал называться Ленинградом, и Россия перевернула очередную страницу своей истории. Ресторан открылся в 20-х годах прошлого века. Это один из самых старых русских ресторанов Парижа. Сюда приходили три поколения русских эмигрантов, начиная с эмигрантов первой волны, белых офицеров, которые приезжали после революции. И внутренние убранства и блюда здесь – все а-ля Русь. Атмосфера в традиционном русском стиле обеспечила популярность этому месту как среди русских, так и среди французов. Тем более, что такой энтертеймент мало где найдешь даже в России. Редактор субтитров А.Семкин-де Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Следующая наша остановка – Дом Урала, организация, которая занимается сотрудничеством Франции с Уральским регионом России. Она была основана в Париже в начале 90-х годов при поддержке первого президента России Бориса Ельцина, который сам родился на Урале. Сегодня Дом Урала занимается переводом русских книг на французский и изданием их в Париже. Дом даже учредил специальную премию за лучший перевод – русофонии. У нас необычная организация, потому что мы занимаемся сотрудничеством страны с отдельно взятым регионом. Сначала мы должны были объяснить французам, что вообще такое Урал. На наше счастье генерал Шарль де Голь часто говорил «от Атлантики до Урала», имея в виду Европу. То есть слово-то французы знали. Нам осталось только поместить его на карту. Мы справились. Еще одно место, куда просто невозможно не зайти. Оно носит имя нашего великого поэта. Это кафе Пушкин, которое расположилось в самом сердце французской столицы – в торговом центре Парантан. В Москве есть и знаменитый одноименный ресторан. Теперь его хозяин решил и Парижу показать, что мы не только щи лаптем хлебаем, а традиции высокой кухни или хай-куизин нам знакомы тоже. Парижане попробовали и оценили. Тот же – гурманы. Парижане. 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 А как во Франции учат русский язык? Выясним это здесь, в Парижской школе креативного обучения. В Теренке отвечал. Её придумали Алексей и Ольга Левшины. Здесь занимаются дети от 2 до 18 лет. А ещё и взрослые французы, которым вот просто хочется учить русский. Детишки здесь поют и рисуют, пишут и читают, даже ставят пьесы. Да, похоже, здесь знают секрет успешного обучения. Устройство нашей школы – это как театр. Дети – как зрители. Ну а учителя – это настоящие актёры. Они готовятся, учат роли. Детям всё это интересно. Может, поэтому и стала наша школа так популярна. И французы интересуются ею всё больше и больше. А теперь познакомимся с нашим сегодняшним гостем. Максим, здравствуйте. Спасибо большое за то, что нашли время встретиться с нами. И вот первый вопрос такой. Мы знаем, что у вас папа русский, мама француженка, такая смешанная семья. Вы всё-таки больше француз или русский? И как повлияла на вас русская культура? Да, конечно. Повлияла с самого детства. Мы всегда жили, так скажем, в русской атмосфере. Дома говорили по-русски. Мой отец передал мне любовь не только к русскому языку, но и ко всему русскому. К русской душе. Я чувствую, что я русский на сто процентов. Максим, мы знаем, что вы президент двух ассоциаций, которые занимаются русско-французскими отношениями. Вот расскажите поподробнее об их деятельности, чем они конкретно занимаются и какие это организации. Да, первая из них называется Максим энд Ко. Это большой известный интернет-портал обо всем русском во Франции. На двух языках мы рассказываем обо всем, что связано с русской жизнью здесь. Для русских это прекрасная площадка для общения, а для французов мы рассказываем заинтересованным о русской культуре. А вторая организация – это союз соотечественников во Франции. Он обеспечивает юридическую поддержку нашим, а также занимается социальными проектами. Например, открытием русских секций во французских школах. И вопрос еще про русско-французские отношения и о том, как относятся французы к русским сегодня. В общем, отношения хорошие, как со стороны народа, так и правительства. Мы наблюдаем развитие множества двусторонних проектов. Прошлый год был годом Франции в России, и Россия во Франции. Это еще раз доказывает наличие взаимоуважения наших стран. Но вот позиция СМИ по отношению к России зачастую не самая благоприятная. Большинство простых французов ориентируется-то как раз на прессу и телевидении. И мы надеемся, что ваш веб-сайт поможет правильному формированию позиций французов по отношению к России. И успехов вам во всех начинаниях. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Добро пожаловать в Париж. Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа Здесь нашли свой последний приют 15 тысяч русских. Среди них имена, известные во всем мире. Романова, Юсупова, Иван Бунин, Андрей Тарковский и Рудольф Нуреев. Уарракас, Рудольф Нуреев. Могила Нуреева выделяется на фоне остальных могил, как необыкновенный талант самого Нуреева всегда выделял его на фоне других танцоров. Свою карьеру он начал в Театре оперы и балета в Ленинграде. Потом, после многочисленных гастролей в Европе и небывалого там успеха, Нуреев становится танцором королевской балетной труппы в Лондоне, а потом и руководителем балетной труппы в Гранд-Опера в Париже. До сих пор его влияние на мировой балет трудно переоценить. Моё детство было связано с балетом. И сейчас, когда я приехал в Париж по работе, я просто не могу не заехать сюда, на могилу Нуреева. Я считаю, что его роль в развитии мирового хореографического искусства огромна. В Париже можно встретить как русских, которые живут здесь десятки лет и уже почти стали французами, так и тех, которые приехали сюда впервые, и чья история любви с этим городом только начинается. Ну а мы в конце долгого дня исследований русского Парижа набрели на квартал, где улицы носят название мировых столиц. И вот эта улица. Да, именно, это улица Москвы. Здесь, на улице Москвы, мы заканчиваем свою сегодняшнюю прогулку по городу влюбленных. До встречи в следующей программе.